Время новостей на канале Абаза. В студии Инесса Дубинина. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Вынужденный простой пять месяцев турецкое судно дрейфует у берегов Абхазии. Перспективы научного сотрудничества подводятся итоги Международной конференции ботаников. Кубок уехал в Гагру. Нарк и Гагра встретились в финале Кубка Абхазии по футболу. Похоже, в руководстве Абхазии начались кадровые перестановки. Сегодня указом президента республики Александра Анкваба Григорий Еник освобожден от должности руководителя администрации президента. Анкваб назначил на эту должность Беслана Кубрава, ранее занимавшего должность вице-премьера министра финансов республики. Кроме того, президент издал указ о назначении Индиры Вардания первым вице-премьером, предварительно освободив ее от должности министра образования. Александр Анкваб назначил также Владимира Делба вице-премьером, министром финансов республики и Александра Страничкина вице-премьером республики. Напомним, что уже на этой неделе премьер-министр Леонид Лакербая должен представить президенту новый состав кабинета министра в республике. Тем временем в Сухумской бухте разыгрывается настоящая драма. Хаки Чили-Оглу – так называется судно, которое еще пять месяцев назад зашло в территориальные воды Абхазии для перевозки щебня для строительства олимпийских объектов в Сочи. Но контракт не удалось реализовать. В итоге экипаж сухогруза не может покинуть берега Абхазии. В баках на исходе топлива, а в холодильнике почти не осталось продуктов. С членами экипажа пообщался наш корреспондент Левон Галустян. Злоключения экипажа сухогруза начались в феврале этого года. Тогда судовладелец впервые за много лет не выплатил зарплату, но обещал погасить задолженность через месяц. Так продолжалось вплоть до мая, когда команде Хаки Чили-Оглу предложили командировку в Абхазию. Все 14 моряков с радостью согласились. Наконец-то удастся заработать и отправить деньги семьям. Но надежды не оправдались. Хаки Чили-Оглу прибыл в Абхазию 16 мая, чтобы перевозить песчано-гравийную смесь для большой стройки в Сочи. За раз судно может взять на борт 6200 тонн щебня. Но в итоге в трюмах не оказалось даже килограмма. Не было сделано ни одного рейса. Стало быть, заработать экипажу не удалось. Более того, морякам пришлось тратить свои скудные сбережения. Владелец сухогруза фактически оставил команду на произвол судьбы. Словом, отправил в свободное плавание. Экипаж сухогруза интернациональный. На Хаки Чили-Оглу работают граждане Турции, Азербайджана и Грузии. Судно ходит под флагом Панамы, но принадлежит одной турецкой фирме. Выяснить ее название, а также тех компаний, кто с абхазской стороны являлся партнером проекта по доставке щебня в Сочи, не удалось. Судя по всему, команда стала жертвой чьей-то несогласованности. Говоря иначе, конфликта хозяйствующих субъектов. Поход в Абхазию для экипажа сухогруза стал настоящим кругосветным путешествием. Пять месяцев моряки бороздят территориальные воды республики. И когда снимутся с якоря, еще неизвестно. Испытания, затянувшиеся командировкой, выдержали не все. За это время восемь членов команды покинули судно. Они не выдержали безденежья и многомесячной жизни впроголодь. Восемь граждан Турции вынужденно покинули судно. Оставшиеся шестеро моряков не знали, как реагировать на это решение. Ведь на борту каждый кусок хлеба и каждая капля воды были на вес золота. В какой-то момент, если пить стало совсем нечего. Спасала пойманная рыба и собранная дождевая вода. Рыбу ловили, так жарили, покушали. Хоть не умерли. Сейчас с продуктами питания у членов экипажа проблем нет. Госкомпания «Абхазское морское пароходство» купила овощи, крупы, тушенку, муку. То есть обеспечила команду хоккей Чилиоглу всем необходимым. Помогла и с горючим. Теперь капитан хотя бы может встать на рейд в бухте. А при шторме выйти в открытое море. А ведь все это время без солярки Сухогруз стоял пришвартованным к главному Сухумскому причалу. А это реально было небезопасно. С домом разговариваю. Дома говорят, что сколько там. Я не могу здесь сказать, я без швартовки, без кушицы. Так люди все страдают. Мы ждем, что отход оттуда. Нас будет понимать и дадут отход или загрузить, выйдем отсюда. Команда Сухогруза не теряет надежду на скорую встречу с родными. Свет в конце тоннеля действительно забрежил. На днях окичили углу, принял на борт около 1000 тонн металлолома. Значит, его надо доставить покупателю. Значит, вынужденные каникулы у абхазских берегов длиной почти в полгода. Наконец-то закончатся. Значит, удастся хоть немного заработать. Ливон Гаустян, Торник Амичба, Абаза ТВ. В эти дни участники, завершившиеся на днях в Сухоми международной научной конференции, посвященной проблемой соцсоохранения, биоразнообразия флоры на Кавказе, побывают в достопримечательных местах Абхазии. За выходные дни они посетили Рицинский национальный парк и Писунско-Мюсерский заповедник. Напомним, в конференции участвовали до 100 ученых-биологов из Абхазии, России, Чехии, Белоруссии, Украины. О некоторых итогах состоявшегося научного форума в репортаже Владимира Никонова. В составу участников, прошедшей в Абхазии международной научной конференции «Проблемы охраны флоры и растительности на Кавказе», посвященной 170-летию Сухомского ботанического сада, а также юбилеям двух выдающихся абхазских ученых, 80-летию Гео Георгиевича Айба и 105-летию Альфреда Алексеевича Колоковского, может позавидовать любой мировой научный форум. Около сотни ведущих специалистов-ботаников, представляющих главные научно-исследовательские образовательные центры Абхазии, России, стран СНГ и дальнего зарубежья, обсуждали вышеназванную весьма и весьма актуальную проблему, посвятив ей порядка 180 научных докладов и сообщений, единодушно отмечая при этом, что экосистема Кавказа в целом, и Абхазии в частности, уникальное явление природы, являющееся достоянием всего человечества, и сохранение ее необходимость и обязанности перед настоящим и перед будущим поколениями. В итоговой резолюции конференции, оглашенной на заключительном пленарном заседании, среди прочего, содержится ряд рекомендуемых конкретных мероприятий по активизации природоохранительного процесса на основании предложений, прозвучавших в ходе конференции. На том же пленарном заседании подводились и предварительные итоги состоявшегося научного форума, оцененные его участниками, что называется, очень положительно. Был приятно удивлен тому контингенту, который прибыл на данную конференцию. Мне приходилось во многих местах бывать, но столько народу в узкопрофильном направлении, чтобы и по количеству, и по охвату территорий из-за границы Российской Федерации, Украины, я такого не видел. Был очень приятно удивлен. Такое широкое представительство с разных регионов нашей страны и с других государств. И вот эти два дня уже обмена такими мнениями, впечатлениями и доклады на секциях, и на пленарном заседании, они позволили как бы соизмерить, соотнести основные направления научных исследований в части, касающиеся ботанических исследований, позволили ближе познакомиться с тем достоянием, которое присутствует здесь. Мы очень рады, что у нас была возможность, Оргкомитет нас пригласил в Абхазию, и принять участие в этом совещании. Оно проходит вот второй день, проходит очень плодотворно, потому что интересные доклады, присутствуют несколько представителей, которые занимаются, работают в ботанических садах, и Белоруссии, из Англии, очень много представителей России, причем регион такой, знаете, от Санкт-Петербурга до Сахалина. Также на итоговом пленарном заседании говорилось о современном состоянии и перспективах абхазской биологической науки. Зарубежные ученые высоко оценили уровень своих абхазских коллег, работу, проведенную ими по восстановлению имеющихся здесь объектов, их научную деятельность. В то же время отмечалось, что для выполнения стоящих перед абхазскими биологами многочисленных задач, имеющегося в республике кадрового потенциала явно недостаточно, и решение этой проблемы в активизации сотрудничества с научными учреждениями России и других государств. Мы заключили договор о научно-техническом сотрудничестве между Академией наук Абхазии и Академией наук Чеченской Республики. В свете этого договора нам предстоит много работы, много интересной работы. Мы очень рады тесному сотрудничеству. Мы здесь обмениваемся учеными, в частности ведущие ученые института читают у нас цикл лекций, посвященные основной проблематике субтропического региона. Идет совместная подготовка аспирантов, студентов. И существует такая договоренность, договор имеется о взаимодействии наших коллективов. Мы очень надеемся, что контакты, которые были заложены, и на этой конференции они подтверждены. И у нас будет прекрасная связь между Сухумским ботаническим садом, институтом ботаники и главным ботаническим садом Российской Академии наук, который я представляю. Практически все участники конференции выразили готовность в оказании всесторонней помощи учреждениям Абхазии. Также было решено опубликовать материалы конференции в Абхазской и зарубежной научной периодике. Было также принято решение проводить научные форумы, посвященные проблемам защиты уникальной экосистемы Кавказа не реже одного раза в три года. Ну и, конечно же, все согласились с тем, что прошедшая международная конференция стала значительным событием в жизни научного сообщества Абхазии и не только ее. Владимир Никонов, Рамо Камке, Валерий Агума, Абаза ТВ. Вторые международные налоповские чтения начнутся во вторник в Сухуме. Чтения посвящены 95-летию видного деятеля абхазской науки, одного из ярких представителей творческой и интеллектуальной элиты Абхазии 20-го столетия, историка, кавказоведа Шалва Денисовича и Налопа. В чтениях помимо абхазских ученых принимают участие представители ряда научно-исследовательских институтов и центров Москвы, Нальчика, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Грозного и других российских городов. Первые международные и налоповские чтения прошли в октябре 2007 года. Государственный ансамбль народного танца Абхазии и Кавказ принял участие в 14-м фестивале мастеров искусств Южного и Северокавказского федеральных округов России «Мир Кавказа», проходившем в начале октября в Астрахани. В фестивале участвовали более тысячи артистов из 15 регионов России, Азербайджана и Южной Осетии. На протяжении нескольких дней горожане и гости города имели возможность познакомиться с культурным разнообразием и богатством многовековых традиций народа в Юго-России и Кавказе, сообщает Абсны Пресс. На республиканском стадионе в Сухуми состоялся финал Кубка Абхазии по футболу. На поле вышли два непримиримых соперника – лидеры этого сезона – Нарт и Гагра. Бориба за право получить один из главных футбольных трофеев страны получилась зрелищной и в чем-то даже драматичной. В итоге удача оказалась на стороне Гагры. О подробностях игры расскажет Семен Бегов. Нарт и Гагру можно смело назвать завсегдатойми финалов Кубка Абхазии по футболу. Нарт неоднократно становился обладателем этого престижного трофея, однако последние два года в кубковых матчах футбольная фортуна не особенно-то радовала сухумцев. Чего нельзя сказать о Гагре. Но в любом случае на протяжении первых минут встречи рвение нартовцев к победе было куда заметнее. Сухумцы рассчитывали забить быстрый гол и это у них почти получилось. Но, как говорится, почти не считается. И все же перечислим моменты. Сначала на третьей минуте матча Ручи Сарзенба имел голевой момент, но ударил по мячу как будто в полсилы вратарю Гагры не составило труда его отбить. Затем на седьмой минуте Тарач Хагба потревожил перекладину гагрских ворот. Спустя еще 10 минут все тот же восьмой номер Нарта после сольного прохода Андритания по правому флангу имел шанс поразить ворота соперника. Но, увы, в общем опасные моменты нартовцы создавали один за другим, но реализовать их сухумцам так и не удавалось. Далее последовал классический для футбола пример того, как если не забиваешь ты, забивают тебе. Об этой азбушной истине Нарту напомнил российский легионер, играющий в этом сезоне за Гагру, Вильямс Мурадян. На 32-й минуте встречи контратака гагрских футболистов и 9-й номер гостей стал автором единственного забитого в этой игре мяча 1-0. Нельзя сказать, что во втором тайме Нарт не пытался отыграться. Напротив, темп его игры ничуть не сбавился, иногда напротив набирал и набирал обороты. Проблема была одна, а точнее две. Первая, мяч у нартовцев ну никак не шел в ворота, вторая еще более объективная, Гагра достаточно мастерски оборонялась. Последние минуты встречи обстановка на поле накалялась, нервничали футболисты обеих команд. Нарту во что бы то ни стало нужно было забивать, Гагре не пропустить. Им надо было нагнетать обстановку, они в принципе и давили, это нормально, мы ввели. Чуть-чуть концовку тяжелую, чуть-чуть на моменте где-то паника была, но в целом отбились, нормально выиграли. В целом по игре Нарт, конечно, выглядел поизобретательней Гагре, однако футбол есть футбол. Болельщикам запомнится не красивая игра сухумских полузащитников, а результат 1-0. С минимальным преимуществом гагрцы одержали победу и стали обладателями Кубка Абхазии по футболу. Я думаю, что сейчас на первом месте не столько игра, сколько результат. Главное, что кубок мы взяли. Игра, конечно, желает лучшего, конечно, будет, не будем работать, но самое главное, ребята побились, выполнили ту нашу установку, которую мы им давали, буквально мы забили, отстояли, сыграли за 1-0, и он принес нам результат. Стоит отметить, что уже совсем скоро у Нарта будет возможность взять своеобразный реванш, только уже не в рамках розыгрыша Кубка, а в рамках чемпионата Абхазии по футболу. В одном из последних туров сухумцы сыграют с Гагрой в гостях. К слову сказать, именно в этом матче решится судьба чемпионского титула в этом сезоне. Ну, настрой уже будет, конечно, двойной, но до Гагры у нас еще Гудаута в пятницу, мы должны обязаны Гудауту обыграть и ехать уже там обыгрывать Гагру. Нас даже ничья не устраивает. Я думаю, если чуть повезет, чем сегодня, я думаю, мы выиграем. В целом, если судить по этой встрече, оба клуба показали интересный скоростной футбол. Игра проходила в достаточно высоком темпе под одобрительные крики болельщиков. Такое количество зрителей, которые пришли на этот матч, в последнее время для абхазского футбола редкость. Столичные школьники также выясняли на поле, кто из них лучше всех играет в футбол. В рамках 11-й спартакиады школьников прошел чемпионат по мини-футболу среди школьных команд Сухума. Турнир проходил в течение пяти дней. Сильнейшие команды 14-й школы и Сухумской заочной средней школы встретились в финале. За игру наблюдала наша съемочная группа. Репортаж Белы Кварчи. От начала и до конца игра держала в напряжении и игроков, и зрителей. Силы соперников были примерно равны. Ребята выкладывались полностью. К концу первого тайма счет составил 1-1. Как признался в перерыве, капитан команды 14-й школы игра была трудной и предсказать ее результат не взялся. Более общительным оказался центральный защитник сборной 14-й школы. В своей команде я играю роль центрального защитника и старался сделать все, чтобы нам как можно меньше забивали. Эти соревнования уже вторые в рамках спартакиады школьников. В этом году впервые в нем приняли участие 16 команд. Постоянным 14-й школам добавились интернат и заочная средняя школа. Команда 14-й школы уже два года подряд выходит в финал этого чемпионата. Заочники новички турнира, но составили фаворитам достойную конкуренцию. У нас небольшой недостаток. В школе нет урока физкультуры, но дети, любители интересуются, сами встречают. Будем просить уже, чтобы как бы в наш учебный план поставили. Здесь, конечно же, прежде всего присутствуют воспитательные моменты. Дети этим жили эту неделю и, естественно, здоровье нации, здоровье подрастающее поколение все это со спортом связано. И когда дети привязаны либо к спорту, либо к танцам, либо к музыке, они не могут выйти на улицу и сделать что-то плохое. Напряженные моменты во втором тайме. Штрафной у ворот команды заочной школы. Он был благополучно отбит вратарем Кецба. Еще одна атака уже у ворот сборной 14-й школы закончился ударом в перекладину. Второй период игры также завершился ничейным счетом 2-2. Финал игры предрешила серия пенальти. В результате больше голов забила команда заочной средней школы. Было очень трудно играть, но все равно выиграли, как видите. Первый раз участвовал. Никто, я думаю, что не ожидал, что мы выиграем, но все равно свое дело знаем. Игра прошла в острой и очень даже хорошей борьбе, где, к сожалению, мы проиграли по пенальти, но все равно я доволен всем происходящим. Соперники сегодня отлично сыграли, я поздравляю их, они выиграли достойно, и, что можно сказать, в этом году они сильнее нас. Соревнования закончились награждениями игроков. Медали за третье и второе место в чемпионате получили, соответственно, четвертая и шестая школы. Первая в общем зачете присудили 14-й школе, а абсолютным чемпионом признали команду Сухумской средней заочной школы. Кстати, у нападающего команды победителей Астамура Акаба был день рождения, и кроме победы в качестве подарка ребята преподнесли ему шутливый приз золотую бутсу как лучшему бомбардиру чемпионата. Была Кварчия, Гудисаруха, Абаза ТВ. А сейчас о погоде в Сухуме. 11 октября в столице ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 19, ночью 10 градусов тепла. Более подробно прогноз погоды по Абхазии смотрите после небольшой рекламы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова